Здравствуйте, мои дорогие телезрители, мои любимые телезрительницы. Сегодня снова с вами я, Аркадий Инин, и наша программа «Юмор на все времена». Не скрою, эта программа мне приятна не потому, что я ее веду, а потому, что я рассказываю о мастерах юмора советского и российского, которые, в общем, мне хорошо знакомы и близки. И вот сегодня как раз речь пойдет об актрисе, замечательной актрисе, с которой я, увы, к сожалению, не был знаком. Это такая актриса, такая фигура в нашем искусстве, что всем кажется, что мы все с ней давно знакомы. Ну, мне, во всяком случае, кажется, что не будучи с ней знаком, я очень хорошо ее знаю. Это народная артистка Советского Союза Фаина Раневская. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Так маньку голыми руками не возьмет. Да нет, я смотрю, что она такая, его никогда кристалит в руки не брала. Вы что, законов не знаете? Вас еще мне не хватало? Ух ты, дон Джон, надомник, езванный лиц, общество. Даля, тебя арестуют. Муля, не нервируй меня. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Красота – это страшная сила. Сразу, как только произносишь это слово, это имя, возникают множество забавных историй, множество ролей, которые она сыграла, именно множество. Это не были, как правило, главные роли в фильмах. Это были в основном эпизоды. Не зря ее называли королевой эпизоды, я бы сказал императрицей эпизодов. Вряд ли найдется еще два-три актера на нашем театре и кино, которые так бы блистательно играли эпизоды. Причем, что интересно, она, Фаина Раневская, многие годы проработала в театре Моссовета с другой великой нашей замечательной советской актрисой Любовью Орловой. Ну, вы понимаете, Любовь Орлова – звезда, героиня, исполнительница исключительно главных ролей. И вот рядом, мягко говоря, не так красиво, как Орлова, и не так объемно, что ли, представлено в кино. Но я посмотрел и выяснил, что у Любови Орловой было всего две сталинских премии. А вот как раз у Фаины Раневской было три сталинских премии, да еще плюс два ордена Ленина. О чем-то это, наверное, все-таки говорит. Во всяком случае, есть такая легенда, что сам Иосиф Виссарионович, Сталин, раз уж разошла речь о сталинских премиях, он говорил, вот артист Жаров, имел в виду Михаила Ивановича Жарова, грандиозного народного артиста, любимца. Вот Михаил Жаров. Что он с собой там не делает? Наклеит усы, бакенбарды, парик какой-нибудь, а все равно видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает, ничего придумает, а каждый раз разное, каждый раз это разное Раневская. Поздравляю тебя, Анна! Ваше королевское высочество! Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви! Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты! Во дворец! Босиком за королевской тещей! Шагом марш! Ну, так, честно говоря, вождь народов Иосиф Виссарионович, он, конечно, не во всем был прав, и Раневская очень даже применяла в своей работе и грим, и наклейки, и все что угодно, достаточно вспомнить вот ее мачеху из Золушки, уж там она и сама, так сказать, обладала непростым носом, а нос, который ей наклеили в Золушке, превосходил все, так сказать, представления об этом предмете человеческого лица. И не только это, ей подкладывали ватные тампоны, под щеки для изменения такой конфигурации тоже. Гримеры беспокоились, в общем, это же не очень удобная штука. И нос, и наклейки, и ватные эти тампоны волновались, как актриса, не удобно ли ей, ничего. Фаина всегда отмахивалась и говорила, ну, о чем вы говорите? Актриса должна стерпеть все. Собственно, так это и началось с ее юности. Уже в 14 лет она уехала из родного города, а родной город ее Таганрог, откуда вообще масса замечательных людей, и Чехов, и нынешний наш Федя Добронравов, и поэт Михаил Танец замечательный, Зяма Высаковский. Прекрасный юмористический артист. Да можно перечислять много. Вот Фаина тоже из этого города Таганрога. Она родилась в очень богатой семье, могла жить припеваючи, но нет, она вопреки грозной воле отца, который был тоже непростой человек, но вот не удержал девочку. И она уехала в Москву. Уехала в Москву, и вот то она, что говорила, что актриса должна вытерпеть все. И она уже, вспоминая, рассказывала, что я вообще хуже моей собаки живу, потому что я для нее даже домработницу наняла, а у меня домработницы нету. Поэтому она каламбурить любила. И она говорила, каламбур, я живу не как Сара Бернар, а как Сен Бернар, то есть известная порода собак. Нет, вы только посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности. Крайней невинности. Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Я помню, один гимназист хотел застрелиться от любви ко мне. Да ну? Угу. У него не хватило денег на пистолет, и он купил сетку для перепелов. Интересный гимназист. Очень милый. Что? Боже мой. Дева Мария. Дева Мария. И за вас обязательно будут стрелять? Обязательно застрелятся. Зачем? Ну зачем стрелять? Я не понимаю. Я просто устала с вами. Да вы поймите, ну поймите. Ну ведь при данного-то у вас одна гитара. Ну? Ведь счастье-то к вам так и валит, так и валит. Чтобы быть счастливой, надо еще ночью сварить черного кота. А что? Я совершенно не верю в спиритизм. Я не знаю, не знаю, что мне делать с братом, что ли, вашим поговорить. Поговорите. Поговорите с братом. Знаете, вот что он мне скажет, я так и сделаю. Милая моя, милая моя, милая, ну спасибо. Спасибо, родная. Даже от сердца отлегло. Прось, а, одеваться. Ну? Если дело зависит от мужчины, я спокойна. Как я уже сказал, Фаина приехала в Москву без связей, без каких-то надежных вариантов устроиться в театр. Она поступала в разные вузы и, к счастью или к несчастью, но ее никуда не приняли. Но она очень общительная девушка, активная. Она познакомилась с разными людьми искусства, и они принимали какое-то участие в ее судьбе. Вот один из них написал записку другому директору театра «Антрепризы». Эту записку я хочу вам прочесть. Дорогой Манюша, посылаю тебе эту дамочку, эту пророневскую, чтобы только отвязаться от нее. Ты уж сам как-нибудь деликатно, намеком, в скобках объясни ей, что делать ей на сцене нечего, что никаких перспектив у нее нет. Мне самому право же сделать это неудобно по ряду причин. Так что ты, дружок, как-нибудь отговори ее от актерской карьеры. Так будет лучше и для нее, и для театра. Это совершенная бездарь. Все роли она играет абсолютно одинаково, а фамилия ее Раннерска. Да, так вот он, этот директор частной «Антрепризы», принял ее, почувствовал, поверил в нее, в ее талант, и мы должны благодарны быть этому безымянному герою. Так началось восхождение Раневской от одной «Антрепризы» к другой «Антрепризе». Она прошла через множество театров, через множество разных коллективов, пока, наконец, не, ну, как бы сказать, не приземлилась в театре, который называется Театр Моссовета, где она и прослужила, ну, лет 40, я думаю, примерно. И она всегда помнила, всегда помнила тех, кто на этом пути помогал ей. И она даже говорила, «Боже, неужели я такая старая, что я еще помню порядочных людей?» Доброе утро! Что? Куда ты идешь? Кто? Я? Да, ты. Я хочу пройтись. Ах, пройтись? Да. Ночью. Перед сном. В такой ливень. Для мациона? А, для мациона. Да. Ну, тогда я тебе скажу, куда ты идешь. Ты идешь? Интересно. Ты идешь, отнести им эту бумажку. Кто? Я? Да, ты. Ну, что ты? Ну. Дурочка. Ну. Абрам, ты идешь отнести им эту бумажку. Ну, хорошо. Ну, если даже так... О. Подожди. Подожди. А как я могу и не отнести эту бумажку? Абрам, не делай глупости. Как ты пойдешь туда ночью? Один в такую ливень? Ты же сама мне это подсказала. Что? Что-что? Это же твоя идея. Нет, как это вам понравится? Это уже моя идея. Ну, хорошо, пусть это будет наша общая идея. Кончено. Ушел ты, сумасшедший. Зонтик он взял, кепку, пальто, а калоши? Ну, калоши, он оставил калоши, он же простудится, он же промочит ноги. Забыли... Абрам! Абрам! Ты забыл калоши? Скорей, на. Что? Скорей, ты же промокнешь, ты же простудишься. Слушай, ну, зачем ты суешься не в свое дело? А что это дело? Это их дело. А я понимаю, что их дело, это и есть мое дело. Кончено. В 1921 году Раневская познакомилась с влиятельной актрисой Павлой Вульф, которая была для нее и педагогом, и матерью, и подругой. Павла Леонтьевна приютила Фаину Георгиевну во флигеле главного дома Гончарова, который находился в районе дома 48 на Большой Никитской улице. В 1948 году этот дом снесли. И Раневская впервые от государства получила комнату, которая находилась в доме под номером 5-9 в Старопименовском переулке. Квартира была коммунальной, а сама комната не особо комфортной. Небольшое и длинное помещение с окнами-эркерами, которые выходили к стене другого жилого дома. Однажды к Раневской пришла в гости актриса Мария Миронова. Почувствовала, что в комнате Накурина, решила ее проветрить. Подошла к окну, попыталась открыть оконную раму, но та уперлась в торец другого жилого дома. Раневская прокомментировала. Это не комната, это сущий колодец. Я чувствую себя ведром, которое туда опустили. Совершенно потрясающая и мгновенная реакция. И в бытовом, и в философском смысле. Известно, что когда привезли в музей Пушкина Мадонну Рафаэля на выставку, народ, естественно, толпился, народ, естественно, востергался, и Фаенгерина тоже была среди посетителей выставки, и услышала, как одна дама громко так возмущалась, я ничего не понимаю, что они восхищаются, какая-то расхрыстанная, босая ходит, что там такого, не знаю, мне она совершенно не нравится. И Фаенгерина сказала, знаете, она басом вообще разговаривала, вот таким, знаете, милочка, эта прекрасная дама уже за долгие века пленила столько сердец самых замечательных людей, что теперь уже она сама выбирает, кому ей нравится, а кому не нравится. Вообще она была, мягко говоря, остра на язык, скажем, вот она служила в этом театре Моссовета и была в очень непростых отношениях с Завадским, главным режиссером. Кто помнит Завадского, у него такая большая голова была, она его называла «вытянутый в длину лилипут». Это, мягко говоря, не прибавляло ей статуса в этом театре. А главное, она совершенно не уступала в вопросах творчества. Вот, например, известная история пьеса «Шторм», значит, известная в советские времена Белия-Медоцерковского пьеса, в которой она играла, как всегда, не самую главную, буквально проходную, эпизодическую роль спекулянтки, но она ее, казалось бы, ну что, ну там ее допрашивают, ЧК, можно было сыграть, как написано у автора. Нет. Она переписала практически всю роль и на сегодня, вот, это, на мой взгляд, просто жемчужина актерской работы. Ну вот, Шаманька, давай поговорим по-хорошему. Ну, чего? Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию тифозным бельем? Ой, Боже. Для тебя же лучше во всем признаться. Ну, откуда и у кого достаешь это барахло и кто помогает тебе его распространять? Скажешь, на чистоту? Ага. Ну, в тюрьме посидишь, но будешь жива. Ага. Не скажешь, расстреляем. Ага. что он мне говорит? Так что советую тебе подумать. Подумать. Дай мне закурить, комиссар. Ой, ой, ой. Кури. Что он мне дает крутить? Мне же руки отморозены, я не могу крутить. Давай мне папиросы. крути, крути, крути. Ай, боже, 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 боже. Слухай, тут тебе подсигарь такой, комиссар. Ага. Вот это, такой человек, вот такой подсигарь. Аж смешно мне его. А что, у меня вот этих подсигар завалиться можно, ей-бога. У меня есть один золотой, полхвунта весит с монограммами, ей-бог. А какой, какой пробы, Манька? А ты что, интересуешься за золото? Да ты меня брешешь, ей-бог, брешешь. А ну, иди сюда. Духа. Ну, смотри меня в глаз. Брешешь меня? Так мне вот это, слухай, мне же часов мужских женских завалится. Мне вот это кольца, брошки с каменями, каменями, как вам пигарят. Тихо, манька. Женька пойдет, твои, женька, не уби меня. Слушай, мне керенки, рженки, гниют, ей-бог. Золото есть, царе Николаевска. Тихо, только, тихо, тут слухай гром, люди. Твое ж будет, все твое будет, пустя меня, комиссар. Слухай, слушай, люди, говорили, на базаре, скоро ж наши придут, наши придут, мама родная. Тихо, манька. Так деньги ж нужны будут. Че тут оставаться, че будем за границу текать. Ты мне пиши записочку, чтоб меня не отпустили, скажи, все твое, помидорно, скажи, только тихо, все тихо, боюсь, что слуха гром тут все. На. Золото это хорошо. Тихо, черт, короче. Золото государству достанется. Смеешься с меня, а? А тебе, манька, советую подумать, что я сказал. смеешься с меня. Так маньку голыми руками не возьмет. Да нет, я смотрю, что она такая, его никогда пистолет в руки не брала, вижу, лежит, что-то такое. Да этот не стреляет, вот этот вот стреляет. Ой, не убивай, комиссар, у всех повидаю, у всех повидаю, к чертовой матери, на что они меня сдали. Ну? Ты меня защищишь, комиссар. Защитим. Так я тебе у всех повидаю. Ты их, значит, постреляешь, а меня слабонишь. Вот. Пиши. Говори, кто? Пиши, значит, меня заманул вот этот мордовый собачий, такой, брагинкой, зовут, пиши. Военкомат работает. Он же ж мне, он же ж меня смертью пугал. Пистолет меня до головы прикулял, пиши, чтоб я, значит, шурум-бурум из воши меня продавал. Еще кто? Я ж чистая, как цветок, я ж не повинная. Вот этот Богомолов, слухай, слухай, значит, ты меня защищишь. Слухай. Богомолов, военкомате тоже, он работает. Пиши, слухай. Всех повидаю, к чертовой матери, на что они мне сдались, беляки проклятые. Пореши их скорее, к черту. Слухай, пиши, пиши, что я тебе у всех буду видовать. Все, наверное, знают, что Раневская, это не девичья ее фамилия, ее фамилия родовая Фельдман, а Раневская, это псевдоним. Родился он таким образом, как я уже говорил, она была из богатой семьи, и однажды в банке с каким-то спутником она пришла, получила деньги, рванул ветер, бумажки вырвали, они полетели по воздуху, и Фаина, вместо того, чтобы расстроиться или заплакать, заулыбалась и сказала, боже, как они красиво полетели, эти денежки, как красиво. И спутник восторженно сказал, послушайте, ну это вы Раневская, только, только Чеховская Раневская могла так среагировать на факт потери денег. И действительно, ну она не была, конечно, копией Чеховской Раневской, но очень много их роднило, непрактичность, такое нежелание углубляться в мелочи быта, несуетность. Вот она взяла этот псевдоним, и он очень привился, но мы все ее знаем, прекрасно, Фаина Раневская. Тут она уже начала, после театра, начала сниматься и в кино. К кино относилась она, ну очень недоверчиво, я бы сказал так, потому что театр она считала настоящим искусством, а кино, да, искусство, но не всегда, поэтому очень выборочно подходила. У нее была такая присказка, деньги я проем, а позор останется. Или еще была у нее замечательная фраза, не фраза, а такая формула, сняться в плохом кино, это плевок в вечность. Одну минутку, пардон, пардон, давайте, что случилось с Косюмом? Это первый случай брака в нашей фирме. И последний, фирма закрывается навсегда. Как это навсегда? Почему вы меня раньше не предупредили? За две недели? Вы что, законов не знаете? Вас еще мне не хватало? Ух ты, дон Джоан, надомник, езванный лиц, общество, я без тебя справлюсь, ничего. Негодяй? Прохваст! Вы мне звонили? Что такое? Что случилось? Онлайн все спрашивает, что вы наделали? Что? Господи, что такое? Только посмотрите, на кого стал похож мой муж? Здравствуйте. И вы здесь. А вот здесь ваш муж действительно как-то изменился. Он стал вроде меньше ростом. Ну, ну я тут при чем? Скажите, пожалуйста. Вобик, 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 ради Бога, не волнуйся, Вобик. Прости, Ольга. Мы испортили костюм. А разве вам Бочкин ничего не сказал? Да при чем тут Бочкин? Ой, сейчас окажется, что этот Бочкин еще дома занимался химчисткой. Да, дома занимался химчисткой. И дай Бог вам столько зарабатывать, сколько он зарабатывал, такая фирма закрылась. Наверное, стоит рассказать о том, что исколесили, конечно, спектакли театра Массовета всю страну. Жизнь гастрольная очень непростая, полно и драматических, и комических ситуаций. Вот две я сейчас, пожалуй, вспомню. Одна история была про то, как были гастроли в Ленинграде, тогда еще Ленинград был. Вот, гостиница европейская, роскошная, поселили с уважением Фаину Георгиевну в отдельный номер. И два-три дня прошло, а потом пришел администратор и так заикаясь, не заикаясь, но, в общем, робко сказал, пожалуйста, мы хотим вас перевести в другой номер. Ничуть не хуже, такой же замечательный. Фаина возмутилась, говорит, что я уже вещи разложила, я тут все обустроилась, номеров у вас много, Ароневская, это одна. Да, да, конечно, одна, одна, понимаете, но и номер у нас такой один, вот, в котором вы живете. что значит один, понимаете, он завел ее в ванну, пустил в воду, чтобы никто не слышал, и сообщил ей, что это единственный номер европейской, который оборудован подслушающим устройством, а сюда приезжает там какой-то важный человек из-за границы, надо его послушать, и его хотят поселить в этот номер. Ну, она, конечно, с одной стороны возмутилась, с другой стороны поняла ситуацию, переселилась, и, как говорила, потом оставшиеся там три дня или сколько гастролей, не могла спать, все вспоминала про эти шпионские дела. Целую, целую, иду, иду, иду. Куда это вы? Кто это ты? Это я. А кто это я? Это я стучал. Раненый? Куда вы ранены? Не я ранен, друг у меня ранен. А где он у нас? Он у меня, он у вас. Ирина по фамилии, сержант. Есть такое, есть, что с ним случилось? Вот я вот пришел, ну, значит, что с ним? Повидаться хочу. Позвольте, как-то я не понимаю. Как это повидаться? Я не понимаю вас. Ну, повидаться. Сейчас? А, сейчас. Сейчас ночь. Ну, да. Четыре часа. Ну, и что ж, можно повидаться? Даже странно, знаете, повидаться. Почему? Ночью люди спят или ходят в разведку. Ночью в гости к больным не ходят. Это хулиганство, молодой человек. Вы свободны. Почему же хулиганство? Скучаю, целую, иду. Почему иду? А? Поварищ добрый. Вы здесь нехорошо. Да нам ночь не ночь, мы люди привыкшие. Я не знаю, к чему вы привыкли, но у нас положено вторник и четверг от трех до шести. По-моему, достаточно. Я понимаю, товарищ доктор, но я же воюю. Я воюю, голубчик мой. Твоя же. Товарищ доктор, ну вы же поймите, я двадцать километров шел, чтобы повидать кофе. Пешком, друзьям из детства. Ну, еще в офе, в ремесленном, душа в душу. Ай-яй-яй. Какое безобразие. Такой дождь. По ночам бегать в гости. Да еще к больному. Вы же насквозь промокли. Смотрите на себя. Вас хоть выкручивай. Вот получите пневмонию, тогда что? Чего? Пневмония это воспаление легких. Молодой человек. Вы ему друг? Друг. Честное слово, друг. Чем более нельзя. Почему? Потому что он спит. А сон для него лекарство. Тогда вот что, товарищ капитан. Будем говорить серьезно. Пожалуйста. Я по заданию от комбата. Понятно? Понятно. У нас военное тело колено есть. Ах, дело. Так точно. Ну тогда не только нельзя. Тогда воспрещается. Поворачивайтесь кругом, молодой человек, и идите отсюда. Да нет, что-то. Это я загнул. Кого загнули? Соврал. Я верю, что вы соврали. А за все вы соврали. Уж очень хочется друга повидать. Скучаю я. А будить я его не буду. Я только два слова скажу. Здравствуй, Костя. Теряете время. Ну хорошо, я не буду говорить. Я только посмотрю, и все. Ну честное слово, ну поверьте, солдат. Что же вы 20 километров сбежали, чтобы только посмотреть на него? Да, 20. Возмутительно. Да я бы еще 20 пробежал, лишь бы только посмотреть на него. То есть это замечательно. Я не пущу вас к нему. Нельзя. Не могу, голубчик. Садитесь. Снимите сапоги, разотрите ноги хорошенечко. Слышите? Да ну не в этом дело. Нет, именно в этом. Посмотрите. Возьмите там под кроватью мои туфли. Пшш. Не маленькие? Нет, спасибо. Даже большие. Почему большие? Самые нормальные, 42-й ноги. Пошли. Ну, как я уже говорил, Фаэн Георгиевна сыграла множество эпизодов, и очень многие из них запомнились, как такие изюминки, перлы, жемчужины актерского мастерства. Более того, ее фразы из разных фильмов просто вошли в народный обиход. Достаточно вспомнить, ну, фильм «Весна», например, где ее, у нее замечательная фраза, когда она смотрит в зеркало, «Красота, страшная сила». Это запомнилось надолго. Потом, когда она скатилась с лестницы, говорит, «Я немножко сошла с ума». Потом ее, а тоже известная корольная фраза, «Я сегодня гуляла с идиотом», имея в виду книгу Достоевского, с которым она гуляла по саду. Ну, и, конечно, король или королева, вернее, всех ее фраз. Это фраза из фильма «Подкидыш, муляй, не нервируй меня». Там еще была одна замечательная фраза, «Девочка, что ты хочешь? Ты хочешь поехать на дачу? Или ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову?» Эта фраза как-то не вошла в народ. А вот, «Муляй, не нервируй меня», но это невозможно. Ей кричали из всех окон, когда она шла по улице. Ей кричали из троллейбусов, не знаю, автобусов. Дети ее окружили и вопили, «Муляй, не нервируй меня». И тут возникла еще одна классическая фраза, уж, может быть, не самая выдержанная, и когда дети ее уже достали, Раневская сказала, «Пионеры, идите, ***». Ну, я не знаю, не было в стране советов человека, который бы не знал эту фразу, вплоть до того, что уже сам Леонид Ильич, вручая ей орден Ленина, ей, значит, говорят, опять же, говорят, легенда, я же там не стоял между ними, и никто между ними не стоял, но как-то вот донесли, что вручая ей этой орден, он ей тоже прошептал, «Муля, не нервируй меня». «Муля, муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась». «Ага». «Я отведу ее в седьмое отделение в милицию». «Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет». «Да, но мы же едем на дачу». «Муля, не нервируй меня. Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу». «Тогда отведем». «Отведем». «Пошли». «Муля, держи зонтик, не потеряйся. Пошли». «Скажи, маленькая, что ты хочешь, чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?» «На дачу». «Отведи, на дачу». «Сейчас пойдем купим ей сухое платье и поедем на дачу». «Яля, этого делать нельзя, уверяю тебя. «Яля, тебя арестуют». «Муля, не нервируй меня». «Меньше пены». «С вишнем, пожалуйста». «Меньше пены». «С ребенком без очереди». «Муля, сюда». «Да, да, 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 да. Я съезде. А еще что? Вот дудочка, дудочка, дай дудочку. Два пятьдесят четыре плачет. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Граждан, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Это именно то, что мне надо. Смотри, какая подозрительная физиономия. Уля, я нашла фон. Это он украл нашего ребенка. Задержи его. Одну минуточку. Одну минуточку. Я вас должен задержать, молодой человек. Вот мой профилет. Я тут не понимаю, в чем дело. Уля, не сдерживайся. Я из вас могу сделать все, что вы захотите, молодой человек. Он из вас сделает все, что вы хотите. Да, да. Я вас поведу. Мы вам покажем, как воровать чуть-чуть. Стойте, 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 график. Вы мне лучше скажите, куда вы девали девочку? Я-то трудник группы розыска. С вами была девочка. Где она? Да. Мы ее временно потеряли. Так, сюда приехали футболисты, но и... Понимаете? Так. Я пошла покупать ей игрушку. Так. Вот эту дудочку. В это время приехал какой-то Спартак. А я что, футболист? Да. И, понимаете, я пришла, Муля стоит, а девочки нет. Спасибо, хорошенько. Пожалуйста, разыщите ее хорошенечко. Муля. Что ты сделал, Муля? Теперь, когда у нас наконец появился ребенок, ты потерялась. Я вот так не вывязалась. Дом на Котельнической набережной. Именно сюда Раневская переехала из коммуналки. Ордер в двухкомнатную квартиру с окнами во двор в высотном доме она получила в числе первых новоселов. Со стороны казалось, о квартире лучше и мечтать нельзя. Но Раневская жаловалась. Живу в грязном дворе. Грохот от ящиков. Грязь. По утрам в булочной под окнами грузчики разгружают хлеб в деревянных лотках. На первом этаже открылся кинотеатр «Иллюзион», что дало Раневской повод говорить. «Живу между хлебом и зрелищем». Ее соседом был писатель Александр Твардовский. Встречаясь с Раневской у лифта, он почтительно кланялся и говорил. «Здравствуйте, моя великая соседка». Другой сосед, известный шутник, композитор Никита Богословский, здоровался иначе. «Привет, старуха!» Что вызывало у Твардовского ярость и желание избить шутника. Вот рассказываю про Афаину Георгиевну и сам не могу сдержать улыбку, потому что все время вспоминаю какие-то ее потрясающие выражения, афоризмы, байки. Очень смешно, например, когда у нее нашли камни в почках, она другая бы расстроилась. Она, конечно, тоже расстроилась, но стала себя называть «дама с каменьями». И розыгрыши, розыгрыши, пожалуйста. Вот такой, например. Как я уже говорил, она была непрактичная, ее обманывали домработницы, но с одной очень подружилась. Лиза ее звали. Лиза очень заботливая была и просто как компаньонка ей стала. И эта Лиза была красивая девушка, но одинокая в поисках, значит, жениха. И однажды она собиралась на свидание, и Фаина сказала, что у тебя за пальтишко, сейчас у тебя будет шуба. А у нее в гостях была уже упомянутая не раз Любовь Орлова, шикарная наша артистка. В шикарной же шубе. Шуба висела, естественно, в прихожей, а они там пили чай, разговаривали. И Фаина отдала эту шубу Лизе, домработнице. Лиза пошла в нее на свидание. А задача Фаины была удержать часа четыре Орлову, чтобы та не вышла и случайно не увидела пропажу шубы. И все обошлось прекрасно. Лиза вернулась, не знаю уж по этому поводу или по другому, из-за шубы или не только, но она так и нашла себе жениха. Они поженились. И даже Фаин Герна отдала им свою шикарную такую двухспальную, что ли, кровать. Подарила. А сама спала потом на тахте. Что касается самой Фаин Герны, у нее не было мужа. Она не была замужем. Не знаю подробностей. Опять же, не был с ней знаком и не присутствовал при разных стадиях ее жизни. Но говорят, что была какая-то в юности драматическая история, жестокий обман, разочарование мужчинок. И это, в общем, осталось у нее на всю жизнь. Она осталась одинокой со своим мальчиком, со своей собачкой. Не вертись, без тебя голова кружится. Чему это ты радуешься? За мужество девицам только нравится. А через месяц драться будете. Сама испытала, знаю. Все мужчины дураки. И твой тоже дурак. Ты его осади. Не очень-то уважай, не за что. Обо всем мать спрашивай. Отца тоже не слушай. Главное, в дом своего не бери. Ах, и зверь он рода христианского. Ах, маменька. Больше всего на свете я люблю статных мужчин. Пирог с яблоками. И имя Роланд. Да пора б уж твоему Роланду делать предложение. А то иной сватается, сватается. А как до самой точки дойдет, то и назад оглобляет. Чипун вам на язык, маменька. Да, она была потрясающая комедийная актриса. Да, ее запомнили по этим ее жемчужинам комедийным. Но Фаина Георгина была великой трагической актрисой. Она это еще раз доказала в своем последнем перед уходом из жизни спектакле. Театром ассовета. Я был на этом, к счастью, спектакле. Смешно или грустно, но у меня прошибает слеза. Это был спектакль «Дальше тишина». Ну, еще называлось «Пьется в деревья, умирают стоя». Где она играла Люси Купер вдвоем с великим тоже актером Ростиславом Плятом. Это был грандиозный спектакль. Простите, что-то я и тогда плакал, и сейчас. Я заканчиваю рассказ про Фаину Георгиевну Раневскую. С сожалением заканчиваю. Я бы с ней не расставался. Да и не расстанусь теперь. И все мы не расстаемся с ней. Но на прощание хочу вспомнить еще один ее замечательный афоризм. Все сбудется. Надо только расхотеть. По-моему, гениально. До свидания, мои дорогие. С вами был Аркадинин. И юмор на все времена. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова